Фигура Владимира Ленина окутана тайнами и легендами и по сей день вызывает сильные противоречия. Еще больше споров вокруг загадочной смерти Ильича в возрасте 53 лет. Правда ли, что вождя могли отравить? Что еще могло вызвать поражение мозга? Почему дневники лечащих врачей Ленина по сей день засекречены? И какие обстоятельства вскрытия смущают современных исследователей? Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь и жмите колокол. Сейчас мы все расскажем. Теория всего Современники говорили о Ленине как о трудолюбивом и целеустремленном человеке. Но при этом крепким здоровьем Владимир Ильич никогда не отличался. Первые проблемы начались еще в молодом возрасте, когда Ульянов покинул родной дом. Многочисленные лишения на пути молодого революционера ударили по желудку и нервной системе. А во времена эмиграции к этим проблемам добавились головные боли и бессонница. Уже с 1903 года, по воспоминаниям сестры Ленина, во время бурных переживаний или раздражения кожа Владимира Ильича покрывалась сыпью. Отчасти все эти проблемы могли спровоцировать осложнения в будущем, но один случай, вероятно, повлиял гораздо сильнее. 30 августа 1918 года Ленин выступал на митинге перед рабочими заводами Хельсона. После финального призыва «умрем» или «победим» он направился к автомобилю. Как вдруг прогремели три выстрела, и Ильич рухнул. Стрелка поймали тут же. По официальной версии, на жизнь вождя покушалась полуслепая Фанни Каплан из партии эсеров. Через четыре дня ее расстреляли. Сегодня виновность Каплан многие ставят под сомнение. Слишком уж странно отправлять на дело человека, который практически ничего не видит. Но кто бы ни стрелял в вождя, убийство ему почти удалось. Из трех выпущенных пуль две попали в тело. Одна в левое плечо, другая задела питающую мозг артерию и застряла в шее. Ленин чудом остался жив и быстро оправился. Но в последующие годы головные боли, обмороки и бессонницы стали происходить все чаще. Весной 1922 года здоровье вождя стало вызывать беспокойство приближенных – Сталина, Каменева и Зиновьева. К пациенту номер один были направлены выдающиеся врачи из Германии и Швеции во главе с основателем мировой нейрохирургии Уотфридом Ферстером. Приглашенный хирург Георг Клемперер связал состояние Ленина с возможной токсичностью свинцовых пуль, застрявших в его теле. В апреле пулю из шеи извлекли, а вторую, засевшую слишком глубоко, пришлось оставить. Всего через месяц Ленин охватил первый удар с временным нарушением речи, слабостью и тошнотой. Поначалу советские врачи, также наблюдающие вождя, списывали все на пищевое отравление и усталость. Лишь в конце мая профессор-невропатолог Василий Крамер заподозрил тяжелое заболевание сосудов головного мозга. Тогда, боясь ухудшения состояния, Ленина перевезли в подмосковную усадьбу Горки до восстановления. Но ни старания немецких и советских профессоров, ни спокойная жизнь не уберегли Ленина от второго инсульта в декабре того же 22-го. С этих пор он фактически не управлял страной. Будто бы доктора попросили Политбюро максимально оградить Ильича от политических дел. А исполнять указания поручили Сталину. Вопрос первый. У меня вторую неделю молчит телефон. Почему он исток? Телефон. Какой телефон? На этой почве между Ильичом и Сталиным даже завязался конфликт. Якобы однажды новоиспеченный генсек в грубой форме попросил жену Ленина Надежду Крупскую не докладывать супругу о делах партии. Обиженная Крупская рассказала об этом не только мужу, но и другим членам ЦК. В дальнейшем натянутые отношения между Лениным и Сталином дадут почву для домыслов о настоящей причине смерти вождя. Роковой день. В марте 1923-го, всего через три месяца после второго инсульта, Ленин охватил третий удар с параличом правой руки и ноги и потерей речи. Образ вождя в этот период сохранился благодаря сестре Ленина Марии Ульяновой. Зная, что Ильич не любит долго позировать для художников, она специально научилась фотографировать. Последние девять месяцев жизни вождь провел там же, в подмосковной усадьбе Горки. За это время его состояние несколько раз улучшалось, он даже пытался ходить и читать газеты. Однако утром 21 января 1924 года он проснулся ослабленным и вялым. Сил едва хватило на то, чтобы попить бульон и кофе. А вечером в 17 часов 40 минут случились судороги с тошнотой. У Ленина резко поднялась температура. В 18 часов он потерял сознание, а еще через 50 минут скончался. Врачи еще 25 минут пытались вернуть его к жизни при помощи искусственного дыхания, но безуспешно. Что скрывает вскрытие? После смерти тело Ленина не стали везти в Москву, а решили проводить вскрытие на месте. Так как на момент смерти вождя в Горках находились лишь три врача, пришлось ожидать приезда специалистов из столицы. В это время скульптор Сергей Меркуров сделал посмертную маску. После этого патологоанатом Алексей Абрикосов забальзамировал тело вождя раствором, рассчитанным на три дня, чтобы сохранить тело Ленина к моменту похорон. И только после всех этих процедур в 11 часов 40 минут следующего дня специалисты начали вскрытие. Приступив к работе, они поразились, как Ленину вообще удалось дожить до этого возраста. Мозг вождя имел видимые и очень серьезные изменения. Согласно протоколу, левое полушарие местами впало и имело желтоватый оттенок, а сонная артерия словно жгут, была жесткой и при разрезе вообще не имела просвета. Исходя из увиденного, члены комиссии объяснили параличи и нарушение речи размягчением тканей мозга, которому очень не хватало крови. В заключении они указали соответствующий диагноз – атеросклероз, а также причину смерти – нарушение кровообращения и кровоизлияния в мозг. Примечательно, что отец Ленина Илья Ульянов умер примерно в том же возрасте и по тем же причинам. Тем не менее, официальная версия причин смерти вождя большевиков по сей день вызывает множество подозрений. Например, не до конца ясно, почему вскрытие проводилось не в спецучреждении Москвы, по какой причине к работе приступили так поздно и почему не произвели химический анализ содержимого желудка. Неужели ждали исчезновения следов яда и согласовывали диагноз «Сполитбюро». Слухи об отравлении появились сразу же после смерти Ленина. Кроме этого, говорили даже, что левая половина его мозга была атрофирована настолько, что не превышала размеры грецкого ореха. О справедливости последнего утверждения вы можете посудить сами. А что же насчет версии об отравлении? Медвежья услуга В 1939 году бывший член Политбюро и соратник Ленина Лев Троцкий написал статью, в которой заявил, что вождя отравил Сталин. Более того, в воспоминаниях сестры Ильича Марии Ульяновой и его жены Надежды Крупской есть упоминания о том, что страдающий от боли лидер партии сам выпрашивал у Сталина оцианистой калий. Я принял решение просить у партии яда. Пистолет у меня отобрали, охотничьих жжет тоже. Столовая она жрежет очень плохо. Источник насилия не может быть бессильным сам. Это аксиом нетребующие доказательства. Судя по архивам Политбюро, генеральный секретарь в просьбе отказать не смог, но выполнять он ее не собирался. Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича и вынужден отказаться от этой миссии, как бы она не была гуманна и необходима, о чем довожу до сведения членов Политбюро ЦК. Троцкий утверждал, что это лишь красивое алиби, выдуманное самим Сталиным, но подкрепить эти домыслы доказательствами он не смог. Поэтому, кстати, некоторые американские издательства отказали Троцкому в публикации компрометирующей Сталина статьи, особенно учитывая вражду между двумя бывшими соратниками Ленина. Однако у западных специалистов были и другие подозрения насчет отравления Ленина. Ядовитая пуля В работе «Большевики в борьбе за власть» гарвардский историк Ричард Пайпс утверждал, что пули, которыми выстрелили в Ленина 30 августа 1918 года, были отравлены растительным ядом курары. Эксперт ссылается на показания одного из участников покушения – эсеровца Григория Семенова. Во время допроса тот утверждал, что в крестообразный надрез на пулях был введен яд. На пулях, действительно, были обнаружены разрезы. Однако сегодня науке точно известно, что ядовитый белок курары при высокой температуре разрушается, а значит, в момент выстрела яд сразу же перестает быть токсичным. Но что насчет вреда от самой травмы? После смерти Ленина нарком здравоохранения Николай Семашко писал. Ранение Владимира Ильича, причинившее ему потерю крови, конечно, не осталось без влияния на его здоровье, но прямого влияния на заболевания сосудов мозга не имело. Однако это не согласуется с протоколами следствия, в которых сказано, что в тканях в месте ранения Ленина образовались рубцы и уплотнение длиной до двух сантиметров. Советский и российский хирург, академик Юрий Лопухин объясняет, что рубцевание тканей вокруг поврежденной сонной артерии образовало в кровеносной системе тромб. Еще за три года до смерти Ленина этот тромб уже перекрывал просвет сосуда на 80%. Сегодня активно распространяется еще одна, не менее популярная, но самая удивительная версия о причине кончины вождя. Французская болезнь До сих пор многие предполагают, что кровоизлияние в мозг у Ленина вызвало не сужение сосудов, а сифилис. Подозрения на недостойную болезнь возникали у немецких врачей еще в 1923 году. Тогда Ленину назначили единственный известный на тот момент способ лечения – препараты с содержанием ртути и мышьяка. Несмотря на то, что сегодня болезнь чаще всего передается половым путем, вождь мог заразиться ей и при обычном бытовом контакте. До появления антибиотиков это было вполне распространено. Современник Ленина и главный патологоанатом Москвы Ипполит Давыдовский писал, что в 1924-1925 годах сифилис поразил не меньше 5% населения столицы. Хотя советские специалисты признаков постыдной болезни не выявили, немцы официальный диагноз Ленина менять не стали. Слухи вокруг смерти Ленина усугублялись тем, что дневник его врачей на 410 машинописных страниц сразу же засекретили. Сначала на 75 лет, а в 1999 году еще на 25 по просьбе племянницы вождя. Сегодня доступ к нему все еще ограничен Росархивом. И если этот срок не продлят, возможно в 2024 году мы узнаем настоящую причину – загадочной смерти первого лидера СССР. Хотя уход из жизни Ленина все еще покрыт тайной, тело его до сих пор лежит в самом центре Москвы. Конечно, когда перед Абрикосовым ставилась задача забальзамировать тело на трое суток до похорон, никто не предполагал, что погребение настолько затянется. 23 января 1924 года гроб Ленина прибыл в Москву и был установлен в Доме Союзов. Но желающих проститься с усопшим оказалось гораздо больше, чем ожидали в руководстве страны. В связи с этим 26 января президиум ЦК утвердил решение поместить гроб в склеп у кремлевской стены. Зимой деревянный саркофаг представлял собой своего рода морозилку. Но желающие проститься все никак не заканчивались. Уже к концу весны на теле Ленина выступили темные пятна, а глазницы запали. Нужно было срочно придумать способ долговременной заморозки или бальзамирования. Абрикосов не верил, что сделать такое вообще возможно. Но решение нашлось у биохимиков Владимира Воробьева и Бориса Сбарского. Для выполнения работ при склепе даже открыли специальную лабораторию. 26 марта, несмотря на возражения жены Ленина Крупской, ученые приступили к повторному бальзамированию. Для начала они ввели в тело формалин, чтобы остановить разложение. В конце процедур тело даже пропитали глицерином, чтобы влага в тканях была в равновесии с внешней средой. По этому же рецепту каждые полтора года тело вождя освежают и сейчас. Вопрос о его захоронении и сегодня является поводом для горячих споров. Но это уже совсем другая история. Пишите в комментах, от чего, по-вашему, умер Ленин на самом деле? Почему дневник его врачей до сих пор засекречен? И нужно ли, наконец, предать тело вождя Земле? Ставьте лайк, подписывайтесь на теорию всего и жмите колокол. У нас для вас еще много загадочных историй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok